всем привет у нас сегодня необыкновенная тема мы поговорим о том как продать или купить в польше машину и не заплатить огромный штраф порядка даже 7000 злотых у меня снять этот ролик для вас попросила лично моя мама потому что она как раз работает в этой сфере и вы к ней приходите часто и жалуетесь что вас оштрафовали к сожалению тогда уже поздно и штраф приходится платить поэтому мы с мамой решили вас предупредить конечно я воспользуюсь возможностью и как всегда расскажу тоже кое-что о польском языке так что друзья давайте поехали друзья если вы продали или купили машину или подарили машину или вам подарили машину то есть каждый раз когда меняется владелец машины вы обязаны сходить в польскую государственную службу и сообщить об этом в этот наш польский ужин и он в этом случае называется видео коммуникаций то есть как будто отделение по вопросам транспорта слова коммуникация тут значит транспорт и этот ужин ведет список в котором указаны все машины и их владельцы поэтому если владелец меняется вы обязаны об этом сообщить предусмотрен срок 30 дней если вы это не сделаете за 30 дней вас могут штрафовать и тут предусмотрен штраф в размере до тысячи злотых когда будете идти в этот ужин берите с собой обязательно договор купли-продажи машины он называется по-польски умова спшедажи ну или же договор дарение он называется по-польски умова даровизны есть у вас договор на польском языке тогда все в порядке если он на другом языке например на русском тогда будут требовать конечно перевод на польский язык заверенный присяжным переводчиком так что если у вас есть возможность конечно лучше создавать такой договор сразу на польском но друзья самый большой риск не тут самый большой риск связан со страховкой я имею ввиду страхование индивидуальной гражданской ответственности владельца машины то есть это страхование ответственности перед третьими лицами и она является в польше обязательным почему если бы у вас возник ущерб из-за чьей-то машины например в случае дтп вы бы хотели чтобы этот ущерб возмещался и чтобы была гарантия что он будет возмещаться нужна именно эта страховка и поэтому по польским законам она является обязательной по-польски она называется обеспечении отца отца это сокращение полная форма звучит обеспечении отправляющий цивильный то есть как будто дословно страховка гражданской ответственности эта страховка покупается в польше как правило на 12 месяцев если вы покупаете машину страховка владельца машин от которого вы эту машину покупаете автоматически переходит на вас сразу со дня покупки то есть на вас автоматически переходят все обязательства и все права по этой страховке если у того человека от которого вы покупаете машину нет активной страховки этого вообще не должно быть но если это так помните пожалуйста очень важно вы обязаны купить себе эту страховку сразу в тот же день а если у него есть и как правило должна быть эта страховка у него она как я уже сказал переходит на вас автоматически и он должен в течение 14 дней сообщить страховой компании о продаже чтобы страховая компания знала что вы ее новый клиент и страховая компания по-польски это фирма убеспечения во фирма убеспечения во страховая компания когда страховая компания знает уже что вы ее новый клиент к сожалению она может пересчитать стоимость страховки и вам придется доплатить это называется по-польски рекалькуляция складки то есть как будто дословно пересчет премии премия это по-польски складка почему у того владельца машин от которого вы ее купили были например определенные скидки потому что у него не возникало какого-либо ущерба много-много лет и мы не платили компенсации и поэтому у него были скидки у вас этих скидок нет поэтому когда они пересчитают может оказаться что цена уже выше и вам придется доплатить или же он взял эту страховку в рассрочку и такое бывает это по-польски нараты в рассрочку и он заплатил первый взнос второй а третий и четвертый будете платить уже вы потому что на вас автоматически перешли все права но и все обязательства по этой страховки если вас не устраивают условия вы конечно можете от этой страховки бывшего владельца машины отказаться но до этого вы обязательно должны купить себе новую и только тогда вы сможете расторгнуть договор и сейчас внимание мы обсудим самый большой риск страховка бывшего владельца машины которая перешла на вас автоматически не будет автоматически продлеваться то есть он купил эту страховку на 12 месяцев 12 месяцев прошло страховка заканчивается если вы не сходили и не купили другую или не продлили сами ту же самую вы остаетесь без страховки и это в польше грубое нарушение закона потому что это опасно из-за вашей машины может возникнуть ущерб в случае дтп кто-то пострадает и нет возможности возмещать ему этот ущерб поэтому такое не допускается и поэтому предусмотрен очень большой штраф внимание на экран самоход особого это по-польски легковой автомобиль самоход чем жара вы это грузовой именно поезд это другое транспортное средство то есть поезд по-польски это не поезд а это общее понятие транспортное средство мотоцикл мотор овер мотоцикл мопед а с левой стороны указано сколько у вас не было этой обязательной страховки до 3 до 3 дней от 4 до 14 дней с 4 до 14 дней и повыше 14 дней то есть больше чем 14 дней и вы видите если у вас не было обязательной страховки больше чем две недели тогда штраф обойдется уже в 7200 злотых даже если это просто легковой автомобиль я считаю это очень много государственная служба которая будет вас штрафовать это ужин который следит за тем чтобы у каждого была обязательная страховка он называется по-польски убеспечения вы фунтуш гваранцины то есть дословно страховой гарантийный фонд так что ж друзья надеюсь мы с мамой помогли некоторым из вас избежать большого штрафа и выучить несколько формальных но тем не менее важных слов для всех кто уже живет в польше спасибо за ваше внимание до новых встреч